Привет! Сразу сделаю уговорку, если у меня странный голос или я себя странно веду. Это потому, что я никак не могу выбраться из болезни. Ну вот я решила все-таки записать видео по горячим следам своих хотелок новых. Просто я ничего не слышу, так получилось, это у меня по бочкам. Поэтому я могу звучать странно. И почему я делаю эту оговорку? Потому что странным образом оказалось, что отсутствие слуха, ну частичное, оно влияет на обоняние. Я не знаю как, я не знаю почему, но 100%, я это знаю по своим ароматам, восприятие меняется. Это не то же самое, что нюхать вслепую. Это не то же самое, что есть с закрытыми глазами. То есть это частичная депривация, которая сильно обостряет обоняние. И вполне закономерно, что ароматы для меня зазвучали более остро, более явно, ярко. И поэтому мне некоторые захотелось особенно мучительно. И поскольку я в Ноубае до 2024 года, сейчас объясню почему. Потому что из последних хотелок я тут кое-что офлаконила, решила, что надо завязывать с этими инвестициями. Но у меня осталось 8 хотелок не офлаконенных. Одна у меня совершенно случайно вчера превратилась в офлакон. И вот то, с чего я начну, это хамдани от Parfum de Marley. Хотелка после которой, после офлаканивания которой, я решила уйти в Нобай до Нового года. Про хамдани я рассказывала коротко в обзоре, может быть, каких-то слепых или каких-то страшных анималистичных, я не помню. Но все, что я знаю про этот аромат по комментариям, прежде чем он у меня появился где-то, наверное, полгода назад, что это жёсть какая, жёсть какая, животина. Что это прямо вот конюшня, что это суперагрессивная анималика, мускусы, фигускусы. В общем, что-то, что будет нам напоминать жопу коня, которую давно-давно никто не мыл. Для меня это абсолютно про другое. Прежде всего, я здесь слышу прекрасные лёгкие цитрусы, воздушный, свежий алибанум, как одна из моих любимых смол, которая всегда даёт свежесть. В ней всегда много воздуха, в ней всегда много кислинки, такой не пронзительной, а очень мягкой и круглой. И когда в ароматах много алибанума, я знаю, что это будет очень комфортно. Это, как правило, не душащие вещи, это, как правило, вещи, хорошо смешивающиеся с ароматом тела, и сидящие неутомительные, что для меня, кстати, в последнее время стало очень важно. Потому что я поняла, что яркие, тяжёлые ароматы, вот они у меня в последней четвёрке, которую я капец как хочу, это классно, тяжёлые, выразительные ароматы. Но я также полюбила ароматы, которые просто комфортные. И вот «Парфандемарли хамдани» — это серия, посвящённая арабским скакунам, там было четыре флакона, в этой серии вышло. Вот они такие. Хамдани — это, как это, скакуница, кобылица. Там был какой-то стик, где она почему-то называется «Хамдани», судя по тому, с чем она рифмуется. Но я смотрела перевод с арабского, всё-таки это «Хамдани», и поэтому я называю это «Хамдани», с ударением вот таким. И очень, мне кажется, секси вот этот экзотический флёр, и всё, что посвящено арабским скакунам и жребцам, мне очень симпатично. Бутылка ужасная, мне не нравится эта эстетика. Это очень тяжёлый флакон толстого стекла, 125 мл. Это жуткая золотая крышка, но вот куда деваться. Возвращаясь к аромату, суперкомфортный, смолистый парфюм. Кожаный, деревяшистый и, конечно, анималистичный, но эта анималика суперочеловеченная. Я вообще не слышу там ничего страшного, но, справедливости ради, я в муску блайхане не слышу ничего страшного. Что ещё, какие пугалки? Ну вот разве что «Африканалифан» для меня не носибелен от Нишанэ по причине того, что там у меня слишком агрессивный зверинец. Ну, в смысле, там стоит добрый слон, но сам аромат очень звериный, он очень агрессивно бросается в нос, и для меня это перебор. Но в целом вот такие животные мускусы и кожаные ароматы, ароматы шерсти, ароматы пота, седла и всё такое, они для меня здесь, если есть, но они очень комфортно смешиваются с моим природным ароматом. Возможно, я та самая лошадина, которая просто даже не знает, что она пахнет на самом деле, как арабский скакун. Арабский скакун сейчас покоряет Чертаново, скачет по Чертаново именно зимой, ну назовём ноябрь, да, уже такой зимой, то есть минусовая температура, к сожалению, скукоживается аромат. Он становится пронзительным, маленьким, а вот летом и дома в температуре 25+, ну и 21, наверное, да, даже дома, не бывает так тепло. Это суперкомфортная штука. Это очень адаптированная анималика, очень необычная, нетривиальная. Да, он не игручий, да, он не трансформируется в носке, но он комфортно сидит, и мне это очень нравится. Я его давно хотела, я рада, что я нашла этот флакон, потому что его уже не купить, это снятость. И пусть это полные 125 мл, которые я не сношу никогда, хотя, опять же, вот если им поливаться, а у меня со стойкостью всегда проблемы, то есть мне нужно будет пшиков, наверное, 6, то, может, я и сношу. Именно потому, что он комфортный, и он не такой, который раз в год хочется, в отличие от того, что у меня пришло вчера. Чудом я написала в телеграм-канале Баба с телегой трогательный пост о том, с чем же у меня ассоциируется Рьян от Элдо. И моя прекрасная сестра внезапно решила, что сегодня у меня этот флакон должен появиться. И он вечером у меня уже был на руках. Это мой первый Элдо, я полагаю, последний, потому что марка, в принципе, совершенно не моя. Я знакома с пятью, наверное, ароматами. Кроме Рьяна... А, четырьмя. Божественное дитя, отельные шлюхи, и сыны бога риса. Но это все у меня есть. И что-то, наверное, еще. И мне все не нравится. Возможно, я не то нюхаю, но я в космотеке слушала, конечно, много чего. И Германа, и Электрика, и все на свете. И Том оф Финлэнд. Но это не моя марка, к сожалению. Странным образом, именно Рьян мне запал. И, по моим ощущениям, он очень выбивается из общей картины Эт Оливр Д'Оранж. В нем нет фирменной пудровости и телесности. И вообще, я бы никогда в слепом затесте не опознала в нем Элдом. Он вообще как будто по другой ДНК собран. А если сравнивать его с предыдущим Хамдани по носкости, это, конечно, супер не на каждый день. Хотя я подозреваю, что с ним можно сродниться. Он для меня очень знакомый. Это для меня знакомый аромат старого деревянного дома, в деревне, где много поколений жили. Этот дом, этот сделан из бруса, который переживал много зим и много лет. И эти деревяшки, они уже всевозможные природные явления пережили. И это пахнет смолой, это пахнет соломой, это пахнет сухими травами, которые кто-то заготовил с лета. Это пахнет какими-то не железяками, а знаете, ну вот как, например, старая, как это называется, древка старая от какой-нибудь метлы там или каких-нибудь граблей. То есть это деревяшка, которая пропитана уже потом человека, чем-то там, что на нее капнуло. Она стояла под дождями, она сохла. То есть он для меня прежде всего древесно-ладанный, конечно. Конечно, это ладанный аромат. Может быть, здесь есть сухие грибы для меня, что-то такое. То есть что-то про природу, про деревню. Я здесь не слышу старой сгорелой церкви или трупов разлагающихся. Абсолютно для меня он очень комфортный и вообще не противный. Ни в каком своем проявлении. Мне что в нем нравится, что мне в нем необычно, это то, в чем мне помогла фрагрантика и отзывы других пользователей, когда мне подсветили альдегидную его часть. Понятно, что, по-моему, в пирамиде они есть, но когда написали, что, блин, вот услышите в нем пудру, ведь она там правда есть. И когда фокусируешься на этом, он как будто начинает еще другую грань себе подсвечивать. Он начинает, правда, пахнуть совсем не таким крестьянством, который я описала. Он начинает пахнуть вдруг вполне себе аристократичным ретро, вот в этой своей пудровой альдегидной части. И для меня это очень носибельно. Я не слышу в нем никакой хтонии. Я в нем не слышу смерти, церкви, отпеваний и прочего. Это очень комфортный аромат. Наверное, он больше мужской, я не знаю. Как, кстати, и хамдань, он вообще помечен как мужской. Я его мыслю вообще вне гендера какого-либо, вне стиля, вне какой-то одежды, на которую он, например, к которой он подошел бы или нет, сезона, места. То есть это просто аромат состояния, и я в таком состоянии комфортным, спокойным, интровертным бываю очень часто. Я вчера проносила весь день его на руке, а на руку вот сюда пшикать, это только для совсем отчаянных, потому что рука все время здесь где-то. Я все время что-то ей делаю, я поправляю очки или что-то там, или это бесконечные процедуры с заливанием капель в разные места. И все время я в этом шлейфе нахожусь. И, ну, это такое, конечно, атака на рецепторы. И что я вам скажу? Нормально. Он меня не утомил, он меня не придушил. Зная, как моя кожа пожирает ароматы, я полагаю, что и этот тоже потребует несколько пшиков для какой-то более-менее адекватной носки. Я полагаю, что два-три на шею, может быть, пару на волосы, чтобы прям слушать шлейф от себя. И я уверена, что он не будет звучать на мне экзотично, странно, экстравагантно. Это не аромат вызов, как я его слышу. Для меня это очень комфортная вещь. Серьезная, не игривая, не флиртующая, не симпатичная ни в каком смысле. Просто это для меня полотно, конечно. Это для меня творение. Я очень рада, что я на него наткнулась. Даже не помню, как. Как я не помню? Мне же его прислала Юлечка. Первый раз, которая меня осыпает подарками. Она мне прислала в пуле вот этих своих прекрасных медово-удовых всяких ништяков и пробничек Рьян. А я хотела... А, слушайте, еще расскажу. Может, я уже где-то жаловалась на это. Захожу летом в космотеку на Якиманке и говорю, а есть у вас Рьян от Элдо? Там была не моя любимая девушка-консультант, другая. У меня любимая моя невероятная красотка с волгистыми волосами, потрясающая красота девушка, очень сведущая. Была другая, незнакомая. И она сказала, что-что? Я говорю, Рьян. Она говорит, Рейн? Я говорю, Рьян. Она говорит, Рейн. Я сразу говорю, боже, может быть, я дурак, я, может, что-то... Может, правда, Рейн? Это из разряда и драк, и драк. Игнат? Игнат. Я говорю, Рейн. Рейна нет. Ну и ладно. Стоило вообще все это. Рейн, блин. Рейн, алло, Рейн. Дальше едем, друзья. Вот это то, что хотелка, которые стали флаконами. Теперь есть четыре хотелки, которые, ну, скажем так, категории B. Не остро нуждаюсь. Прежде всего, не остро нуждаюсь, потому что у меня родной Travel Viper Green от Tex Nilo, и я его хочу по флаконе, потому что этот аромат я буду носить всю свою жизнь. Я знаю, что я не разлюблю. Здесь нет ничего суперспецифического, что могло бы мне надоесть в какой-то момент. Это стопудово не выйдет из моды, хотя вообще странно, я ношу ароматы 80-х годов, которые, наверное, давно не актуальны. Странно, что вообще меня это беспокоит. Так мне не беспокоит, мне к слову пришлось. Короче, Viper Green. Это аромат про гальбану, это аромат про весенние нежные цветы. И мне очень помог в его восприятии видос Оли Парфюмы Точка. По-моему, это был совместный то ли слепые, то ли что-то они делали вместе с Сашей Душно, Ольга. И, по-моему, цветочный аромат или что-то такое в подборке она рассказывала про Viper Green. И Оля подсветила мне ландыши там. И я, когда их там поймала, для меня аромат полностью сложился. Потому что мне казалось, ну он горький, ну что-то там цветы какие-то, и что? Потому что покупала я его как гальбанумный, конечно, когда я собирала гальбанум. Но когда я там услышала нежные цветы и нежный вот этот трогательный, чудесный, хрупкий голосок именно весенних цветов, меня это очень прям пробудило. И я теперь его обожаю. Ношу, правда, редко. Уж очень он, ну не бесхарактерный, а как бы, знаете, когда-то, ну просто очень симпатичный. Очень симпатичный. В нём совсем нет вызова, но хотя он дико стильный на моё восприятие, хотя это супер абстрактное понятие, стильный. Нетривиальный, при этом, как мне кажется, универсальный аромат. Про гальбанум, нежные весенние цветы. Хочу флакон, но вот в принципе, вот это вот у меня года полтора, может, два. Здесь в семь с половиной, мне кажется, да, если я не путаю в родных тревелах. Да, семь с половиной. И что-то их не очень убывает, просто хочется флакон. А, ещё что хотела сделать, с соображениями поделиться. Я поняла, что когда я хочу офлаконить, это не связано с тем, что я планирую носить. Вообще. Это не про это. Это про то, что я хочу перевести свои отношения с парфюмом на новый уровень. Это как жениться. Я уже про эту мысль говорила, и сейчас, поскольку у меня про хотелки, хочу флакон, да, в выпуске я про это ещё расскажу. Я прекрасно понимаю, что, например, офлаконить риен – это безумие. То есть это просто так получилось, что мне флакон подарили. Но, в принципе, риен сотку сносить, я не знаю, сто. Сто. Я не знаю, что нужно быть за человеком, чтобы носить риен сколько лет. Но я знаю, что этот аромат во мне вызывает настолько серьёзные чувства, что я хочу в знак уважения купить флакон, чтобы он у меня был, чтобы меня не мучили эти отливан, чтобы я не переживала, что вот, выпарилась, вот, надо быстрее носить. Я хочу, чтобы у нас были узаконенные отношения, чтобы мы переехали с него флакон, и уже больше про это не беспокоиться. То же самое я хочу с Viper Green осуществить именно потому, что я знаю, что, может, я его не сношу, но хочу флакон. Гораздо сложнее обстоят дела с Серж Лютан с Де Профундис, единственный Лютан, с которым мне нравится. Обожаю божественной красоты фризантемы. Вы представляете, вот какая это острая боль. Здесь было пять. По-моему, это колоколец или все-таки это небоскреб. Ну, неважно. Короче, я покупала года два назад с лишним, и он сильно, ужасно выпарился. А я же, знаете, еще когда аромат дорогой редкий, наношу редко тоже, думаю, ну все, ну чуть-чуть намазом, в итоге там осталось, ну я не знаю, на один раз мне, а он не стойкий на мне. Ну а флаконить в Де Профундис это инвестиция, я не знаю, я видела флакон, кажется, в феврале прошлого года за 18, что ли, какой-то остаток в небоскребе. Может, я в новом году абсолютно уже оборзею, и буду раскидываться деньжищами налево и направо, но а флаконить в Де Профундис, конечно, нужно. это, наверное, одни из самых красивых хризантем, которые у меня встречались, а встречала я их немало, повидала, так сказать, некоторое количество. И эта хризантема читается, в отличие от многих других ароматов, на протяжении всего звучания. Де Профундис из глубины, так приводится название, для меня совершенно не мрачный, глубинный, вот такой. То есть я в нем, наоборот, слышу очень аккуратные, очень аристократичные цветы, очень чистые, они с такой любовью сделаны, и они очень нарядные, но вместе с тем не помпезные, и они не грустные. боже, какая красота, это невозможно просто, это невозможно красиво. Я обожаю Де Профундис, если бы у меня был флакон, я бы его носила очень часто. Это для меня тоже суперкомфортный аромат. Ну, не прямо на каждый день, конечно, вот Вайпер Грин вполне возможно на каждый день, а пока все предыдущие, Хамдани, Ильян, это, ну, такие для особенных состояний, Де Профундис я бы носила часто, это очень красивый хризантемный аромат, и пудровый, и без лишней земли, и без лишней горечи, при этом с горчинкой, но как бы не с перебором. Я не могу оторваться от флакона. Это потрясающая вещь, просто, блин. Дальше, из того, что я хочу в флаконе много лет, видимо, так сильно хочу, ну, типа надо, чтобы был, опять же, знак уважения. Это прекрасный бичхатамуаш женский. Это аромат про морскую соль, сандал, деревяхи, и, в общем-то, морской воздух. Такой классный, он такой необычный, он так хорошо звучит в любое время года. В какой-то момент меня начало выбешивать в нем сходство некоторое, вот чуть-чуть, если настроиться, можно уловить с сандалом 33 для лобо, который я не люблю, именно по сандальной, яркой вот такой составляющей, но на самом деле здесь такая классная морская соль. Чего я его не ношу, я не знаю, но вот эти пятерки у меня много лет уже и все равно хочу флакон. Если найду в остатке, обязательно схвачу. Больше, чем треть флакона мне точно не надо, а как ни странно, я его видела все время, когда уже почти полный продают. И слушайте, его же сняли с производства, что ж я сижу-то, надо же было бы схватить. Но вот я не видела приличных остатков, все очень по многу продают, а мне надо чуть-чуть. Если у кого-то есть небольшой остаток, куплю, пишите, пожалуйста. Я хочу, чтобы он у меня был всегда, потому что атомайзер, он выпарится все равно, а тот я хочу надеть, например, летом 24-го, летом 25-го, не чаще, но вообще он очень комфортный и классный. Ой, блин, я все начинаю нюхать и начинаю понимать, что зря я думаю, что это хотелки не первого уровня. Потом такая же хотелка на пол, скажем, процентов. Некоторая вялость присутствует в том органе, которым я хочу, но все-таки тонус процентов на 50-75 у этого органа присутствует. Это Роспривы от Лертизан. Это прекрасный цветочный аромат, простой. Он мне достался именно в Атливанте от Лены, которая мне привезла куча всяких ништяков анигуталевских и Лертизановских и Турбулянс, Тревизион и всякое, в общем, богатство, роскошство. И один из Артизанов, который мне понравился. Вообще, Лертизан я много лет не ношу. Я в какой-то момент переносила Мюск Экстрем и у меня еще был, знаете кто, этот, Мешан Люб, который я не узнала в слепых затестах у Саши душно, потому что сейчас он вообще не тот, что раньше. Раньше Злой Волк был, ну, реально Злым Волком. Сейчас это непонятные гурманики, я вообще не поняла. Мы вообще Саши не поняли. Саша, за тебя говорю, прости, но я помню, что мы с тобой сказали, шо? Цемя Шан Люб, неть. И с Лертизаном у меня отношения сложные, мне не нравится там все время, я слышу какую-то вот общую ноту. Например, у меня есть прекрасный старый дзинь, тоже мне подарили, по-моему, после концерта в Остатке, в старом, в этом семикранике, ну, короче, в этих старых классных флаконах, классная немаленькая, но там начинает процветать такая противная гурманская штука, типа карамель или что-то, что меня дико бесит. В шлейфе, да, на себе не могу, выносят мозги. Сейчас у меня стоит еще остаток Тепо, он это, по-моему, такой, что типа вечерний чай, тоже не нашел. И вот, наконец-то, в душу у меня запал Лертизан, который тоже сейчас, конечно, не купить, Роспри Вейн. Это чудесная, чудесная роза, господи. Нет, это хотелки все первого уровня, я теперь понимаю. Это прекрасная, свежая роза. Она с легким порошочком с каким-то, она с какой-то пудрой. Я намажу, пшикать не буду. Я роз, розы, как таковые, не очень люблю. Очень редко бывает сочетание, в которых они мне интересны. Но Роспри Вейн от Лертизан, это так прекрасно, она и зелененькая, она и молодая, и очень носибельная. Я просто вижу летнее утро, свиданку или какую-то прогулку на свежем воздухе. Прекраснейший аромат. Сложно сказать что-то про розные ароматы. Ну, роза, вот просто очередная роза, прекрасная. Не тяжелая, я люблю потяжелее, поплотнее. Здесь легчайший, просто при этом он довольно стойкий. И у меня с ним очень приятные ароматические ассоциации. И этот аромат не утомительный, он не возрастной, он не драматичный, как бывают розные ароматы. Он совершенно комфортный, без мерзкого гурманского подтона. Это не узнаваемый Лертизан вообще для меня, это для меня плюс, именно потому что марку я уже не люблю. Но это просто прекрасно, прекрасная работа, прекрасная надофлакон. Так, ну и дальше хотелки первого уровня, хотя что-то я думаю не поменять ли мне местами тут кое-какие позиции. Вот, например, очень я сильно хочу офлаконить Мегамары, я это сделаю. Из всей линейки Ортопориси у меня появился Тероний во флаконе, и вторая была у меня хотелка этой Мегамары, я его офлаконе тоже, хотя у меня есть очень неплохая масляная копия, она страшной стойкости, а этот паразит на мне, который оригинальный, вообще не держится, серьезно. Вот вы можете себе представить, что Мегамары, вот что я такое, что я такое, что на мне Мегамара не держится? Зовите полицию, ну сколько, раз-два, ну и два на волосы, этого хватает часа на полтора. Один раз было так, что я пшикнула раз-два-три, дошла до детской площадки, и уже практически ничем не пахло. Ну вот, вот такое я, животное неведомого вида. Про что Мегамары? Это очень известная работа, про нее много говорить странно, потому что, в общем, все уже сказано. Она сделана из сложных мускусов, амбродеревяшек. С ней особенность такая, если вы, как я, в ароматах кирке семейства, слышите только жидкое взлеснятие лака, то вам сюда, потому что этот аромат, он именно через него я смогла понять, как надо воспринимать вот эту ванизму химозную, как через нее прорываться и слышать, что же там заложил автор. Точно так же через Мегамары я смогла понять Lams Love от State of Mind, который для начала, который изначально для меня пахт только химозиной и больше ничем. Мегамары для меня расколдовал вот эту непроницаемую мускусную стену. Я обожаю этот аромат, он для меня носибельный, мне очень нравится в шлейфе он от мужчины, я считаю, что это дико секси, это очень не вычурно, он все вопрос меры, если его нанести так, чтобы будет слезиться в глазах, это невозможно, то есть он очень интенсивный, но если он умеренно сидит и чуть-чуть шлейфит, это, кстати, такая же история с Wood for Greatness, вот он подобного же рода для меня. И вот этот мускус очень своеобразный, очень пронзительный, либо это Amber Extreme, что там у них в смеси, я не знаю, пирамида, как у всех в Ортопоризе, конечно, не разглашается, и куча соли. Я, честно сказать, ну, только если сильно настроюсь на восприятие нейминг, могу сказать, ну да, это вот холодное море, побережье, ну не знаю я, для меня это просто очень классный, пронзительный, шершавый, притягательный, мускусно-соленый аромат, мне он очень симпатичен, я очень хочу флакон, он мне обязательно будет, потому что я знаю, что я это буду носить. Обожаю Мегамары, обожаю просто. Так, а вот теперь хотелки уровня Алярм, ну вот такой, совсем, скажем, орган в тонусе процентов на 90. это Ray Can Ruin от Beaufort. Ну вот столько у меня осталось десяточки. Чё-то я горю. Я не могу объяснить, что в нём. Это тот аромат, который нужен в флакон, не для того, чтобы носить, а для того, чтобы знать, что он у меня есть и будет всегда. И это произведение искусства, которое я хочу иметь вот в том виде, в котором его задумал автор, во флаконе, с крышкой блины, чтобы там было это 50 миллилитров, и я буду спокойно знать, что у меня всегда есть Баффор, всегда есть Ray Can Ruin. Я обожаю даун техногенный, если настраиваться на это, да, он пахнет потярой, если настраиваться на это, да, он пахнет зелёным свежим перцем, либо сельдереем, если настраиваться на это, но в сумме это всё очень странное. Этот аромат высказывания, конечно, он очень недобрый. Я не знаю из линейки Баффор, того, что мне было интересно, Айрон Дюка и Тонера, или что там такое есть, помните про этот, про какой-то там тоже дулок или пушку, что-то такое, я не помню сейчас название, мне все в голове смешались. Я думаю, что там тоже есть интересные ребята из вот этих вот, да, которые тоже про сложные мазут на какие-то пули, дым, порох, что-то такое. Здесь вот этого я не слышала, а, слушайте, ещё же был, помните, не Рэйкен Руэн, а что-то там про какой-то яд или прощая оружие были такие названия. Короче, я всю линейку надо бы, конечно, послушать и знакомиться, чтобы понять, вдруг ещё есть что-то поинтереснее, чем Рэйкен Руэн, но я знаю, что этот аромат, пусть я буду носить его раз в несколько месяцев, но он на мне очень хорошо сидит. Он для меня по уровню животности и потности комфортный. Сравним с Кински. Кински прям потный, но он какой-то этот пот, понимаете, не мерзкий, он притягательный. И мне кажется, если идёт ухоженная женщина и от неё пахнет так, ну ты не будешь думать, что это потери несёт. Ты что, блин, а им так и задумано? Я чусь такой мысли надеждой. Я очень люблю этот аромат. Я считаю, что он ну, он сделан без оглядки на что-либо, и это бесценно. Он сделан без оглядки на потребителя, однозначно. Он сделан как культурное явление. И, например, я из Бафорта знаю только Фатом 5, который я не люблю. По сравнению с ним Рэйкен Руин это просто супер вызов, это супер экстравагант, потому что Фатом 5, ну и чё, зелёный аромат, что дальше? А здесь очень необычно, очень смело, очень красиво, сложно, смурно. Вот, наверное, я не хотела говорить слово мрачный, он именно смурной. Смурной. Этот аромат никогда не наденешь на встречу с тем, кто тебе симпатичен, чтобы повысить свои рейтинги либо на собеседование. Это не то. Это аромат для себя, для близких людей, которые могут оценить это, которые не утомятся от такого запаха. Он очень своеобразный, очень-очень красивый. Рэйкен Руин Бафорт. И осталось у меня два. Даже не знаю, по ком вою сильнее. Ну, давайте начнем. Они примерно в одинаковые цены в категории, уровня. Ну, вот, наверное, давайте начнем с Маля. Хотя, наверное, Маль подороже, кстати, говорю, ну, не знаю. Тут со мной же что случилось? Я, в принципе, так-то туберозу не люблю. Но пришла ко мне моя любимая девочка, Катя, и сказала, что я себе взяла туберозу, ты сейчас умрешь. Я говорю, шо? И она достает Маля Карнел Флауэр. И я думаю, оу, гааа, понятно. И когда я пшитнула, я сказала, серьезно? Серь... Серьезно? И весь оставшийся день, пока у меня висел на стене ватный диск, я к нему прикладывалась и была поражена. Насколько Маль сделала нетривиальную эту туберозу. Насколько она, наконец-то, не кремовая, не сливочная, лактонная. Насколько она не плотская, несмотря на название плотский цветок. Она для меня молодая, хрустящая, зеленая. Она для меня супер про стебли и листья. Здесь нет ядовитости цветка. Я не люблю туберозу в других ароматах. Как правило, всегда она меня бесит. Единственная тубероза, которую я ношу, кроме этой, а флаконины мной ура! Первый опус амуаж. Но там, кроме тубероз, там большущая доза анималики и прочие все прелести. Здесь, это, конечно, тубероза, но она великолепна в своей горечи. Боже, это потрясающая вещь. Это как горький орех какой-то зеленый, недозревший. Как какой-то только-только... То есть, здесь есть ощущение недозревшего чего-то, не до конца еще открывшегося бутона или недозревшего какого-то горошка. Вот это, знаете, когда, как это называется, стручковый горошек, он еще вот не успел, в нем есть эта молочность какая-то, он еще не успел сформироваться, но ты уже знаешь, что он хрустит. И он, ну, в общем, здесь куча природных соков, это очень влажный аромат, он очень свежий, в кои-то веки на мне стойкий, и я знаю, что это точно флакон. Из всего Маля, наверное, единственный, который я хочу. Я никак не дойду до Цума послушать Найт. Остальное, что я оттуда знаю, En Passant, Promise, Moon. Основных я не знаю, к своему стаду Synthetic Jungle, всякие French Lover, это все я не слышала, не могу до этого дойти, но из того, что я знаю из Маля, я хочу только Carnival Flower. Офигительная работа, пронзительная, острая, свежая, носибельная, естественно, никому не нравится из моих. Whatsoever. Как бы, кого это когда останавливало? Офигенная. Тубероза, для тех, кто не любит туберозу. И последняя боль, потому что офлаконить его как-то совсем. У меня, наверное, пока я морально не готова, ибо он бывает только в стошках, по-моему, да? Не бывает маленьких опусов. Это 14-й опуск, который называется Royal Tobacco. На мою радость, вот моя зелонечка, вот моя хорошая, на мою радость, никакого табака особенно я там не слышала, но имейте в виду, знаете, вот табак, который мы привыкли считать, например, который для меня убивает саншайн, женский, пронзительная табачная нота, я не могу. И недавно что-то меня тоже сводило с ума мерзким табаком, вот таким сигаретно-папиросным, не то, что называется шиша или вот этот кальянный табак, который пропитан еще какими-то смолами и фруктовыми всякими такими сиропами, а именно вот табак, сухой лист с таким характерным запахом. Я не люблю эту ноту, и на мое счастье в Royal Tobacco я такого табака не слышу. Но это такая красота! Начиная с коробки, я постараюсь вставить кусочек видео, которое меня впечатлило, тисненный картон, кофрозащитный, в общем, это просто невозможная красота, буржуазность, и все дорого-богато, и сам аромат полностью продолжает вот это ощущение. Он невероятно наполненный, он пышный, он просытый. Сейчас, ночью 5 секунд, я заканчиваю. Он про хорошую жизнь, он про хорошее настроение, он про ощущение праздника, он не такой, знаете, когда мы говорим торжественный аромат, что как будто бы вот мы идем в гости надушены, это не такое, хотя так тоже можно сделать, он просто весь создает впечатление, что что-то особенное происходит. Он очень пряный, он теплейший, он из шершавеньки немножко. Там какая-то супер навороченная пирамида, про него невозможно рассказать и невозможно передать, чем он пахнет. Это просто аромат, от которого цепенеешь. То есть ты такой, что это? Конечно, понятно, что все эти впечатления связаны с тем, кто какой опыт имеет до этого. Потому что если вы слушали что-то подобное, вам в жизни приходилось сталкиваться, то для вас-то не будет удивительно. Я подобных композиций не встречала, я была очень впечатлена. Я трясусь над этим опусом, вот у меня осталось, наверное, 0,7 где-то миллилитра. Я его никогда не ношу пшиками, только намазами. Пока берегу, обязательно должна офлаконить в следующем году, это маст. Я хочу быть таким человеком, который носит 14-й опус. Он счастлив, этот человек, он ни в чем не нуждается, он уверен в себе, он не боится сглазить это состояние, он хочет им делиться. И тут как будто бы есть корица, перец, что-то вот такое. С одной стороны, есть блок специй, но он не с пециями, он из кожи, из какой-то, из дымком, но это все не то. Я не смогу найти слов, чтобы описать в опус 14, просто Зорокян, как про него говорит автор этого аромата, и как она говорила, как было сформулировано техзадание для этого аромата. Мне все кажется, ну как-то же это же совсем не то получилось, это же совсем не про это. Вы про что говорите, женщина? Я слышу его несколько иначе, он не табачный, он не мужской, просто он, ну, наверное, из всех амуажей, которые я, мой самый любимый парфюмерный дом на данный момент, я продолжаю держаться этой мысли, никто так сильно меня не поражал никогда. Недавно я поняла, что у меня 50 плюс 53, по-моему, аромата амуаж есть. Для меня это, наверное, пятерки самых красивых амуажей, и точно в десятки самых красивых красивых ароматов в моей жизни опыта 14-ая амуажа. Вот такие у меня планы. Не знаю я, все ли я уложу это в следующий год. Хотелось бы. Посмотрим, что будет. В любом случае, на это видео я буду давать ссылку, когда меня будут спрашивать, что тебе подарить. Ну, Коля не шутишь, иди посмотри. Друзья, все рассказала, что хотела. Еще раз приношу технические обоснования тому, что я вот так вот чуть ли не в пижаме в больничной. Но вот этот ноябрь ко мне, как и октябрь, беспощаден. Так что не судите строго мои все вот эти вот дела. Нос-то главное чует, чует, это главное. Все, спасибо за внимание. Пока.